доброго всем времени суток друзья сейчас мы находимся на набережной время приблизительно 9 вечера я уже лично видел но вы конечно не увидите потому что ничего не видно в воде целый табун кальмаров то есть перед этим были уже на рыбалке мы кальмаров поймали я на видео снимаю вот это я привет все супер короче вася джигит молотит больше всех разговаривал еще с володей саждода володя привет тебе в израиль вот и он сказал они ловят утром а тут вот на ночь она подходит на вечер люди гуляют у нас прекрасная погода с басом не слаживается почему потому что есть что тактика ловли такая вечерком воблер покажу оно подходит с моря очень красивое существо животное очень красиво забрасываете воблер даете ему упасть на дно на каждом из этих воблеров на коробочке написано сколько у нос и с какой скоростью он погружается до дна вы даете ну тут очень сложно вот вот почему японцы ловят на рокфиш с яркими лесками по провису лески потому что так вот чувствительности не будет никакой когда она легло на дно когда не легло и попытайтесь анимировать вот поведение креветки только не рака который там жопой убегает а именно креветочки кто раз и так плавненько посмотрите фильмы про морских обитателей вы увидите вот что мы имитируем этим воблером я не великий специалист повторюсь в ловле кальмаров всего пару рыбалок только недавно поймал своего первого в жизни кальмара но никто нас не учил видео я не смотрел просто по наитию и был тут местный пришел правда не разрешил его снимать сразу новое фото новое фото он ничего не поймал поймали мы вот это конечно вызывает небольшую гордость честно говоря вот поскольку здесь вот говорит свет они наверное не все они светятся вот эти вот но это не пирсы не знаю как их правильно назвать во всяком случае они не все светятся и наверное не везде о подошел подошел максим а ты разговаривать умеешь сообщить нам что он здесь понятно чем короче говоря не все они светятся думаю здесь вот свет если он может идти на свет в идеале вот володя сказал когда вот этот выбор ручек сейчас равно покажу я на когда он светится тогда он очень хорошо работает либо светонакопитель либо внутри есть там какая-то лампочка фонарик вот макс там сам собой разговаривает просто выделили несколько часов вновь что прекрасная стоит погода вот очень рекомендую ну конечно дальний заброс нужен у меня 250 палка шнурочек новинка от шинки страде 16 года катушечка вполне нормальный боекомплект для ловли кальмара ни удара ничего вы не почувствуете что он уже там потом скажем так ну какой размер вот на кальмара полка гнулась ду это немножко другая картина по поводу ловли карманов кальмара но очень интересно как местные говорят калямара приглядку конечно хреново потому что ты его видишь начинаешь ему подносовать кстати я видел момент что-то плавала сверху он подплыл только чоп видела хлебушек бросали да и это самое и он четко его захватил и попошел по своим делам то есть весьма интересное существо далеко не глупое вот но ловля его в таких условиях ну мне кажется очень даже интересно во всяком случае по басу и отдельно видео сниму он стоит на икре он ее охраняет поэтому мы приехали немножко раньше чем нужно если мы приехали там в средине мая то был фестиваль а пока вот половим кальмарчик так есть у нас первый кальмарчик что такое зацепился или так тяжелый такой давай потягу вот хорошо что его мимо этих подойди на свет сюда малыша отсохнули так ну что скажешь какой красавец красавец вопросом обалдеть какая красивая ну животное очень красивая очень глаза таки что ты чувствуешь я доволен жизнь прожита не зря до 1 в моей жизни кальмар или каракатица нет это кальмар курят кальмар пусть порят кальмар знаешь какие вот интересно таких берешь защипать шевелится так пытается это ладно давай его отпускает а в пупке у него что чернила да вот это вот это у нее чернила которую он выбрасывает первый пошел вот есть наш первый карманчик на сегодня ночи много людей еще рано как 9 нету не 9 есть до 10 нету вот он подходит к берегу он гуляет здесь правда маленький у меня тут раз был так вообще осьминог можно сказать но все равно сантиметров сорок наверное но если не больше очень хорошего очень красивое такое существо глаза такие рыбьи а тело такое красное я не знаю камера вряд ли передаст здесь очень как темно во всяком случае не до съемок потому как тоже ловится деревянная кальмар тем не менее тем не менее это очень интересно не знаю я радуюсь уже повторюсь ни разу не видел не понимал как чего видел только когда с лодки дыр дыр прошлый раз местный один подошел вот ну и орёк у нас был канала язычный он сказал рэр калямара и там ля 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 и подошел с пекин глыше из и он объяснил и что я вообще не знал что здесь можно поймать я думал надо выходить море на лодке оказывается можно развиться можно купа новая кальмар чека судя по всему весьма и весьма ни хреновенького вот такой вот красавелла надеюсь видно снимаю сам себя новая приманочка я покажу какой он красивый на цвет красавелл чек такой пытаясь сам себя снять очень неудобно жена ушла коего чудо природы плеваться собирается он расплевался когда его вытягивать начинал очень красивый новый такой воблерочек ветер поднялся не знаю слышно меня или нет то было видно прям как они сюда подходили вот а теперь вообще не видать похожу как бы новое приобретение купили еще вот такой воблерочек ну и тот который я вам показал вот этот уже был вы его видели вот этот был вот этот еще не пробовал тоже очень интересный были короче говоря в магазине мы в том котором обзор я надеюсь и вы или увидите или уже увидели вот и узнали такую интересную хренопень местный рыбак пришел ко мне сюда оказывается на то водохранилище на которое мы ездили и пытались поймать баса это просто с нами ездил макса друг женя спасибо ему отдельное но как переводчик дабы объяснить чего там и как короче говоря оказывается с него сливали воду совершенно недавно полностью вылавливали всю рыбу увозили ее куда-то чинили там трубы кран и ночью короче это все-таки питьевой резервуар страны вот а потом при наполнили опять водой и привезли рыбу и выпустили она в полнейшем коматозе очень жаль конечно но тем не менее во всяком случае на местный рыболов посмотрите какой красавчик какое существо очень красивый beautiful очень красивый этот самый вот так мы потихоньку тут как говорится все вместе в тесноте да не в обиде калямара как говорят мне известно и есть тоже белый цвет обратил внимание да ну светлый да то есть походу светоотражающий ну то есть фонари здесь горят и он как бы отбивает свет макс твичит миногу пробуем любую другую рыбу какая только может попасть я не знаю мне такая ловля нравится может потому что она очень необычная очень красивое существо этот кальмар все проводки у нас совершенно разные я пытаюсь пока но больше впитывать вот как это делает местные сейчас переклонюсь вам через перила покажу секретное наше оружие выставили мы потом попозже если не забуду покажу такой специальный фонарик воду опускается и он там постоянно мигает тем самым по идее вот он должен привлекать кальмарчик это нам рассказал хозяин магазина которые мы ездили которые рассказал нам макс как это водохранилище называется димы пытались поймать оглушенного событиями баса гермасоя вот вот он нам рассказал берите вот эту срань мягко выражаясь но грубо говоря надеюсь видно окно и потом подыму потому что если я вытяну с воды она не будет пипикать там два контакта и соляной раствор а средиземное море кто знает очень соленое конечно не такое как мертвое но весьма и весьма большое содержание соли во всяком случае больше чем в азовском больше чем черном вот про балтику вообще промолчу и короче говоря вот соляной раствор он как раз является проводником поэтому вот там вот эта хрень внизу блыма должна привлекать местного калмара честно мне нравится такая ловля очень необычно конечно непривычно вот поклевок нет таких традиционных как наши да хотя вот нет я на дно положил начал так протягивать по дну и только хотел под подрыв сделай а он уже как бы здравствуйте я здесь вот лишь относительно небольшой кальмар а палку гнет вообще как я не знаю очень прилично то есть уваживание чем там начинает выплюхивать вот это выплескивать всевозможные свои чернила мирнила очень интересного всяком не знаю но мне в кайф я себя знал что у нас так весело будет с басом я с первого дня сюда бы на море и мягко выражаясь но грубо говоря уже к чему-то тут какому-то выводу пришел так еще один кальмарчик ну приблизительно такого же размера вот красотулечка такая так что потихоньку видите процесс идет ну не знаю мне такая ловля очень нравится очень нравится честно говорю вот может быть потому что не очень необычно очень необычно но ощущение его на этом самом на палке весьма весьма дома можно пробовать проводочку вот в таком стиле опустили палочку вниз когда ветер для того чтобы петлю меньше выдувала основная идея такая можно в толще воды вот но не знаю у меня эффективнее за эти небольшие рыбалки которые у меня были это опускание на дно потом так подрыв подрыв опять опускание на дно пауза опять подрыв подрыв или же такая проволочка проволочка все такими скачками но опять повторюсь никакой не эксперт рыбалок очень мало чтобы делать какие-то конкретные выводы очень хочется поделиться той крупицы маленькой частью опыта который наработан здесь за несколько рыбалок для того чтобы те люди которые приедут после нас ну такие же туристы как мы потому что подчеркиваю никакой не эксперт не профессионал в ловле этой сам учусь вот чтобы ну как бы не теряли время значит во первых они есть разного размера вот эти вот приманки показываю специально большую вот это три с половиной ос да или там меньше как они там по-моему вас пишут эджи эджи да вот у тебя же кальмаровая палка да короче есть меньше есть полтора но суть не в этом они бывают разные есть вот этим вот килем это вот как раз то как мы ловим с максом для проводки а есть без киля они ну менее такие изогнутые а здесь келька нету это для чего отведи так немножко это для ловли на дропшот это вот сегодня я же говорю мы были в магазине узнали много интересного какие ошибки совершили по басу почему не клевал и так далее но это как говорится что было то было это вот как они назвать я не знаю как эти воблеры называются но не суть вы узнаете визуально будете в общем без келя это они вяжутся несколько штук на дропшот потом грузик идет ну можно там много зависит от глубины но это не в не в проводку дело это нам вот хорошо что мы были переводчиками нам объяснил человек который это не в проводку это как бы в отвес большой глубины человек стоит там поддрюкивает и как бы цепляются вот эти кальмары которые находятся на разных глубинах потому как очень это самое было видно да когда не было ветра очень хорошо его видно как он подходит берем красивый зараза может поэтому не но он еще и как бы когда цепь он не клюет он цепляется как тряпка но когда его на палке чувствую что как бы усилия прилагать надо вот поэтому как бы ситуация такая что еще мы не пробовали утром потому что утром мы как бы мы старались разделиться хотелось опять объять необъятное то есть утром ехали на баса ну вечер ночь приблизительно до 12 иногда до пол первого мы это самое сюда выбирайте вот такой вот пирс который с огнями поскольку да вот мы стоим и выбирайте воблер вот эти вот свет должен быть у каждого кэша свой но он должен желательно чтобы он был накопительный вот чтоб какая-то часть его светилась до света накопительный если он светится это хорошо тут еще есть такие вот примочки не помню как они называются здесь такая это они еще там какие-то сигналы издают то есть вот это это целая индустрия это мы тут ну как бы туристы не очень не понимаем как это вот по наитию там посмотрели на местных что-то себе во главе представили пожалуйста вот две рыбалки не одной пустой поймали кальмара все что мы хотели кто поймали так что вот вот такой вот опыт не знаю пригодится вам или нет может быть даже снимать больше интереснее ловить чем снимать во всяком случае поделились тем чем знали